Григорий Неделька Страшные рассказы 5 Правда, Томми? Ты же помнишь нашу первую встречу, правда, Томми? Ты сидел такой красивый и притягательный на кровати, а я не знал, как к тебе подступиться. Я был очень удивлен твоим появлением и еще ничего о тебе не знал. Ни о тебе, ни о твоих возможностях. Потом, когда мы начали общаться, и ты кое-что рассказал о себе, твоя идея показалась мне странной и жуткой. Однако, чем больше я размышлял о ней, тем сильнее росло чувство в твоей правоте. И мы убили родителей, моих родителей. Я использовал нож, ты, отвертку. Затем ты подсказал место, где можно спрятать тела, и так мы и поступили. Закопали их в лесу, что рос неподалеку, только в самый его чаще. Приехавшие на место происшествия полицейские, которым я сам по твоей подсказке позвонил, долго искали улики и задавали много глупых вопросов. Впрочем, и с этим я справился, с твоей неоценимой помощью. Я слышал твой голос в своей голове и... Не знаю, совершенно не знаю, что бы я делал, где бы я был, что бы думал и знал, если бы не ты. Вслед за этим, оставшись без средств существования и без тех, кто их добывал, я принял мне легкое решение. Уйти с насиженного места. Ты поддержал меня в моих начинаниях, как всегда поступал. Да мое решение и было вызвано твоей очередной бесценной подсказкой. И мы пустились в путешествие. Постепенно наши странства превратились в бега, когда у полицейских родились вполне небеспочвенные подозрения. Сколько глупых и толстых стражей порядка пришлось нам с тобой укокошить. Это твое словечко, укокошить. Помнишь, Томми? Прежде чем они потеряли наш след. Мы засели в каком-то полуразрушенном доме на краю области. Не забыл еще ту дыру, а, Томми? Помнишь, как мы долго, голодно и страшно коротали дни в пустых, темных, гулких, загаженных коридорах. И только пыль да обломки, обломки да пыль. И парочка бездомных, которые, увы, оказались не в нужном месте и не в той компании. Ты предложил. Отдавай угробимых, отнимем у них вещи и еду. Ну и когда столь небогатые наши запасы провизии кончатся, станем питаться их жаренными телами. Так мы и поступили. Тем более, что при одном бездомном обнаружилась зажигалка в рабочем состоянии. Нам нельзя было показываться наружу, в противном случае я бы никогда не притронулся к бомжу. Не говоря уж о том, чтобы есть его прогнившее, отвратно пахнущее мясо. Через некоторое время мы решили, что хватит отсиживаться. Точнее, ты решил и, как обычно, попал в точку. И выбрались на поверхность. Выяснилось, из вчерашних газет, которые я доставал из урных затрывков, репортажей по радио и телевизору, доносившихся из жилых домов и магазинов электроники, что нас давно никто не ищет. Мы пропавшие без вести, а значит, свободные. О, какое это упоительное чувство ощущать себя свободным. Свободным? Тогда и был дан подлинный старт моему становлению как личности. Не забыл, Томми? Я насиловал, грабил, убивал под твоим чутким руководством и получал несоизмеримое ни с чем удовольствие. После, прятался в оборудованном искраденных и полученных благодаря вымогательству вещей в подземном бункере. А когда опасность проходила стороной, снова выбирался на свет Божий. И все не без твоих подсказок, Томми, все лишь с твоей помощью. И тут нас поймали, Томми. Помнишь? Это было ужасно. Два заваляющих активиста, заручившись помощью ночного сторожа школы, подкаравалили меня на углу дома, когда я возвращался с очередной вылазки. Они бы растерзали меня, совершили надо мной самосуд. И тут вмешался ты. Они были настолько поражены и ошарашены, что не заметили острозоточенного кинжала, пронзившего со спины сердце первого из них, сторожа. А с оставшимися двумя я бы справился без твоей подмоги. И все-таки, все-таки ты не остался в стороне. Ты никогда не оставался. Да и не боялся не отступать, идти до конца. Ты мой кумир, Томми, мой друг, начальник и помощник. Ты больше даже чем то, чем ты на самом деле являешься. Вот только, увы, на старуху бывает проруха, и смерть трех бесполезных для общества людей, тем не менее, не осталось без внимания. На нас вышли, не знаю каким образом. Мы же, я с твоей помощью, все почистили. Да, на нас вышли, и тогда уж припомнив старое, а они догадались, дотумкали, что происходит в действительности. Обложили нас конкретно. Воскрывались, убегали, прятались, словно в добрые, хотя и не старые времена. Опять вдвоем лишь только ты и я. Мы взорвались норы, ложились на дно, ныкались по подвалам, брошенным домишкам, уходили лесами под лесками, да там и отсиживались. Добывали пропитание любым возможным способом, в том числе продавая себя. Да, я продавал себя женщинам, и, честно признаюсь, далеко не каждый следом приговаривал к вечному пребыванию в тишине. Я убивал не всех, их банально становилось жалко, что явилось моей главной ошибкой. Нельзя сохранять жизнь свидетелям. Они ворвались на нашу бесконечную по счету стоянку. В ржавом, забытом хозяевами гараже скрутили и заковали в наручники меня. И обошлись с тобой? С тобой, Томми! Помнишь? Бесчеловечно, грязно и наплевательски. Я отправился в суд и тюрьму, а ты? Куда-то на свалку, точно человек без намека на пользу. Будто бы вещь. Дальнейшее было в такой степени омерзительно, что я отказываюсь это описывать. Я и безызвестного рода подробностей рассказал слишком много. Однако я вышел. Вышел оттуда. И вот я здесь. Я искал тебя, Томми. Пользуясь памятью, знаниями людей, собственными способностями, телом и деньгами, да твоими неумолчными советами, словами из прошлого, кое навсегда осели в памяти. И да, вот он я здесь. Стою над тобой, смотрю на то, во что ты превратился, и слезы льются градом. Они бессильно остановятся, да и я не готов для подобного подвига. Я гляжу на твое вывернутое, потраченное насекомыми гнилое тело, на вырванные конечности, на один блестящий глаз, на выпочканный, выморанный в чем-то гадком язык, на все остальное. Ком ненависти, жажду убийства подкатывает туда, где кончается горло. Меня страшнило прямо на ту груду мусора, где я обнаружил тебя. Тебя, столько лет проведшего на задворках цивилизации, порядка и жизни, хоть ты заслуживал много, много большего. Ты, с твоими-то возможностями. И да, имена не спасли тебя от забвения, от превращения в прах, от смерти, уготованной нам, им и таким, как ты. О, конечно. Конечно, я запомнил твои последние слова, что донеслись до меня еле слышным мысленным шепотом. Ты сказал, я услышал и запомнил. Есть еще существа вроде тебя, и я обязательно их отыщу. А у меня нет иного выбора, ведь я обязан тебе всем. Я найду их. Не все они, однако, представляют собой игрушечного тигру, подаренного родителями на восьмой день рождения. Ну да неважно. Это меня не остановит. У каждой игрушки есть владелец, даже если она игрушкой не является. Отнюдь не все люди уяснили сильную простейшую истину. Я найду их, твоих братьев и сестер, и поговорю с ними. Но прочее, вследствие того, что тарит наш жестокий и прекрасный мир любому существу, плохому и хорошему, гадкому и чудесному, обворожительному и отвратительному. Свобода. Я говорю о ней. Свобода – дар любому созданию от милостивой вселенной, не знающей людских понятий. Вроде той же свободы. Но она и к лучшему. Лучше, если вселенная никогда не догадается, что запрямоходящие, мнящие себя разумными существа бродят по материкам на одной заброшенной в космосе зелено-голубой планете. Тогда у нас еще будет шанс. Будет. Правда, Томми?